Десять парней и восемь девушек. Практически весь основной состав сборной России тренируются на одной из лучших спортивных баз курорта. Спортсмены готовятся к предстоящему сезону и этапу Кубка России, который стартует в феврале в Саранске. Кроме того, сейчас активно ведется отбор на Олимпийские игры. Женский и мужской составы сборной находятся на квалификационной позиции. Основной акцент тренировок на силовую подготовку. Спортсмены работают в тренажерном зале и отрабатывают шоссейную езду на Мацесте и горе Большой Ахун. Подготовка в Сочи – это хороший сбор. Горы здесь хорошие, нам тяжело. Работа качественная, прорабатываем все мышцы. Сейчас у нас базовый период, у нас сезон закончен. Сезон начнется только с весны, с конца февраля даже. И мы закладываем базу сейчас в фундамент. Специализированной трассы для велоспорта на курорте нет, поэтому, по словам тренеров, команда и приезжать в Сочи на сборы круглый год не получается. Но сейчас Министерство спорта рассматривает возможность создания необходимой для БМХ трассы в Олимпийском парке. А пока и на базе Югспорта спортсмены нашли для себя подходящий снаряд. Удалось адаптировать бобслейный старт, бобслейную эстакаду. Это несколько схожая работа с нашей специализацией. Это стартовый разгон, первый рывок. Удалось адаптировать с помощью специализированных устройств для велосипедного спорта БМХ. Сейчас в межсезонье очень удобно использовать для того, чтобы спортсмены не забывали основные стартовые движения. Сборы команды по экстремальному олимпийскому виду спорта завершатся 14 ноября. После тренировок в Сочи спортсмены пройдут подготовку в Кисловодске, Омске и Саранске. В следующем году сборную по велоспорту ждут чемпионат и пять этапов Кубка мира, первый из которых стартует в апреле в Манчестере. Татьяна Нагорская, Борис Осень, телекомпания ФКТ.